Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы «Обо всем понемногу». И эти полчаса проведу с вами я, ее автор и ведущий Евгений Токарян. 16 апреля – Лазарева суббота. 17-го – Вход Господень в Иерусалим. Об этих событиях сегодня рассказывает православная страничка программы. Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы знаете, за неделю до Святой Пасхи православная церковь празднует день, который называется Лазаревой субботой. В этот день христианами вспоминаются события, которые происходили в последние дни земной жизни Спасителя. Евангельское чтение этого дня говорит нам о том, что Иисусом Христом было получено известие о болезни любимого им друга Лазаря, жившего в Вифании со своими сестрами Марфой и Марией. Это семейство было особенно близко ему, и сестры позвали сказать Господу, «Вот тот, кого ты любишь, болен, в надежде, что он поспешит прийти к ним, чтобы исцелить болящего». Но Спаситель не только не поспешил, но, видимо, даже нарочно остался на том месте, где был еще два дня, сказав, что эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Он, конечно, знал, что Лазарь умрет, и если сказал, что его болезнь не к смерти, то именно потому, что намеревался воскресить его. И вот только спустя два дня, когда Лазарь уже умер, Господь сказал своим ученикам, «Пойдем опять в Иудею». Апостолы были в ужасе. «Равви! Давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Но поняв, что Лазарь уже умер, и Христос хочет посетить дом усопшего и поддержать его сестер Марфу и Марию, они решили прибыть с учителем до конца. «Пойдем и мы умрем с ним». Они добрались, когда покойный уже четыре дня лежал в гробу. «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». «Воскреснет брат твой». «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». «Я есть воскресенье и жизнь». «Верующий в Меня, если и умрет, оживет». «И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». «Смысл этих слов таков. Во Мне источник оживотворения и вечной жизни. Следовательно, Я могу, если захочу, воскресить твоего брата и теперь, еще прежде всеобщего воскресения». «Веришь ли этому?» спрашивает затем Господь Марфу. И получает утвердительный ответ, что она верует в Него, как пришедшего в мир Мессию. По его помилению Марфа пошла за сестрой своей Марии, чтобы привести и ее. И вот Мария со слезами пала к ногам Иисусовым, произнося те же самые слова, что и Марфа. Как говорит Евангелие, Господь воскорбил духом и возмутился при виде этого зрелища, печали и смерти. Возможно, что это чудо Господь хотел совершить для того, чтобы перед предстоящими Ему страданиями дать возможность своим врагам одуматься и раскаяться, уверовать в Него. И вот преодолев в себе это возмущение духа, Господь спрашивает, где вы положили его? Сестры отвечали, Господи, пойди и посмотри. И вот Господь прослезился. Евангелист говорит далее о впечатлении, какое произвели эти слезы на присутствующих. Одни были тронуты, другие злорадствовали, говоря, не мог ли он, отверзающий очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер. И вот Господь подошел ко гробу Лазаря и сказал Отнимите камень Марфа пыталась возразить, говоря, что уже смердит, но он настоял Гроб открыли Лазарь, гряди вон Тишину разорвал единый вздох Обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами Умерший стоял на породе света и тьмы Покачиваясь словно призрак Об этом событии нам рассказывает и Евангелие, и богослужебные тексты этого дня Как о предвосхищении великого праздника светлого воскресения Христова Общее воскресение, прежде твоей страсти уверяя Из мертвых воздвиглости Лазаря, Христе Боже Тем же и мы, яко отрацы, победы знамения, носящий Тебе, победителю смерти вопием Осанна в вышних благословен гряды во имя Господне Такой вот замечательный тропарь этого дня Тропарь, как вы знаете, это краткая молитва, песнопение, выражающая его основной смысл А что касается самого Лазаря, которого еще называют четверодневным То, согласно церковному преданию, после воскрешения он прожил еще 30 лет И 18 из них прослужил в сане епископа Китионского Это Кипр В конце IX века его мощи были перенесены в город Константинополь Память его празднуется 30 октября, ну и, конечно, в саму Лазареву субботу Православный мир празднует вход Господень в Иерусалим Большой и последний праздник пред Пасхой В самом Иерусалиме христиане устраивают крестный ход в этот день Процессия повторяет путь Христа, который вошел в город за пять дней до своей смерти Вы знаете, что в одни земной жизни Спасителя в этот город Иерусалим Из самых разных стран стекались многочисленные паломники Чтобы встретить там главный ветхозаветный праздник Песах То есть ветхозаветную Пасху Туда же, в Иерусалим, отправился и Господь Иисус Христос вместе со своими учениками В воскресенье 2 апреля весь Иерусалим пришел в движение Говорили, что пришел Христос, пророк из Назарета Галилейского Фарисеи были перепуганы Видите ли, что весь мир идет за ним? Первосвященники боялись не меньше Он будет архиереем, как говорили пророки Значит, вместо нас Конечно, весть о недавнем воскрешении Лазаря уже распространилась по его улицам Первосвященники же, давно озлобленные все возрастающей известностью Иисуса Христа Стали еще решительнее думать о том, как бы погубить их И его, и Лазаря Но пока одни замышляли коварное убийство Другие вышли навстречу приближающемуся Спасителю Многие надеялись, что Христос вступает в Иерусалим, чтобы положить конец унизительной и ненавистной римской оккупации Что Он взойдет на Царский престол и восстановит Иудейское Царство в Его былой славе и могуществе Каково же было всеобщее удивление, когда Господь въехал в Иерусалимские ворота не на боевом коне, как то подобало бы грозному освободителю, а на обычном ослике Так Господь еще раз показал, что Царство Его, которое Он устанавливает, не от мира сего Народ ликовал Когда Он ехал, постелали одежды свои по дороге А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской Все множество учеников начало в радости великласно славить Бога за все чудеса, какие видели они Говоря, благословен Царь, грядущий во имя Господня Мир на небесах и слава в вышних Евангелие от Луки И казалось бы, да кто бы в самом деле в этот момент мог бы подумать, что уже через несколько дней Эти же самые люди изо всех сил будут кричать о нем Возьми, возьми, распни его И вот Евангелие говорит нам, что Господь въехал в Иерусалим на молодом масленке Это животное символично и указывает на мирный характер наступающего Царства Божия и кротость Его Царя Блаженный Феофилак Болгарский считал, что образ оседла на вас спасителям После-ка этот образ указывал на будущее обращение ко Христу язычников Дети пели песни, постелая одежды под его ноги Толпа радостно кричала и только один Господь знал, что он идет на какую участь и что его ожидает в самые ближайшие дни Уже Синедрион приговорил его к смерти Уже готов предатель и 30 серебряников за него Пробует голос петух, который обличит Петра, отрекшегося от учителя в страшную ночь Уже готовы древо для креста А народ, который кричал Осана, будет кричать, распни его В пятницу он умрет, на третий день воскреснет Тогда-то мы и будем праздновать Пасху Вот все это мы с вами вспоминаем в этот день и в очередной раз задумываемся о том, как нельзя быть частью толпы Безумной, слепой, управляемой и агрессивной С этим великим и значимым днем я вас всех, конечно же, поздравляю Господь все это сделал ради нас с вами Претерпел страдания и смерть ради нашего с вами спасения Постарайтесь в этот день побывать в храме, вознести свои молитвы к Богу А, как известно, дальше начинается Страстная Седмица И каждый день ее именуется Великим Великий Понедельник, Великий Вторник, Великая Среда и так далее Всем вам терпения, сил, помощи Божией И, конечно, радостно встретить день Святой Пасхи Светлого Воскресения Христова До новых встреч, дорогие друзья, братья и сестры Христос посреди нас Одним из символов Великого Праздника Воскресения Христова Является Творожная Пасха О том, как ее приготовить, рассказывает шеф-повар Вячеслав Волков Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить Творожную Пасху Существует три вида пасок Сырые, заварные и вареные Мы будем готовить заварную, так как срок хранения доходит до 5-6 суток Что позволяет нам приготовить ее заранее Для этого нам потребуются следующие ингредиенты Полкилограмма творога Три желтка Сахарная пудра Изюм Сукаты 75 грамм сливочного масла Ванилин 150 миллилитров сливок Для декора нам потребуется пасхальная посыпка Свежая клубника И взбитые сливки Для начала отделим желтки от белков Измельчаем с помощью блендера в творожную массу Выкладываем в удобную нам миску Берем блендер и пробиваем Творог достиг нужной консистенции Теперь берем предварительно запаренный изюм Добавляем в творог И цукаты И тщательно перемешиваем Теперь взбиваем желтки в густую пену И постепенно добавляем сахарную пудру и ванилин Желтки взбились в густую пену После этого добавляем сливки Приготовленный заварной крем доводим до кипения И варим в течение двух минут При этом постоянно помешивая Добавляем сливочное масло Наш крем нужно обязательно не останавливаясь помешивать Чтобы желтки, которые находятся в креме, не пригорели Крем достиг нужной консистенции Теперь его нужно охладить до комнатной температуры А теперь остывший крем соединяем с творожной массой И перемешиваем Вымешиваем очень тщательно Чтобы масса стала однородной Выкладываем в пасхальную форму Которую мы предварительно проложили марлей Равномерно распределяем массу по всей поверхности формы Закрываем марлей И отправляем на 12 часов в холодильник Поставив сверху небольшой гнет Прошло 12 часов И пасха приняла нужную форму Осталось лишь немного украсить ее И завершаем украшение взбитыми сливками И пасхальной посыпкой Пасха готова С наступающим праздником Светлого Христового Воскресения Советы Алексея Мельникова сегодня Предназначены владельцам ноутбуков Я с удовольствием предоставляю ему слово Добрый день, дорогие друзья Я хотел бы сегодня вам рассказать О неисправностях, которые иногда случаются с ноутбуками И которые тоже можно попробовать исправить В домашних условиях Ну, например Вчера вы выключили ноутбук У вас все было хорошо А утром сегодня включаете Он у вас не включается Или включается и черный экран Что можно сделать в этом случае Часто бывает проблема такая Из-за того, что ноутбук уходит в спящий режим И потом не может из него выйти Очень часто это бывает с Windows 10 Ну и с 7 в принципе это тоже бывало Что мы можем сделать в этом случае Сначала отсоединяете шнур питания от ноутбука Следующий шаг Вы его переворачиваете И снимаете аккумулятор Чтобы снять аккумулятор Вам нужно отвести эти защелки В положение Как нарисовано на значке Тут значок разломкнутого замка То есть отодвигаете в это положение Один и второй И после этого снимаете аккумулятор Вот так сняли И все И теперь пробуйте его включить Без аккумулятора Иногда это помогает Вот так вставили И включаете Если после этого он у вас запустился То вам повезло Если нет То значит То проблема тогда более серьезная Иногда конечно бывает Проблема с памятью Но как бы без соответствующих намоков Навыков и инструментов Вы в домашних условиях Конечно ничего больше не сделаете Вот что можно сделать дома Как попытаться запустить Только то, что я сейчас рассказал Все остальное Это нужно отдавать специалистам И самостоятельно Лучше туда не лезть Вот что я хотел сегодня вам рассказать До свидания До следующей встречи 10 апреля Футболисты Таганрогского форта Принимали Новороссийский Черноморец О том, как проходила эта встреча Я вам сегодня расскажу Уже на шестой минуте Таганрогцы провели быструю атаку Завершал которую Рашид Магомедов Но мяч после его удара В цель не попал На девятой минуте Отлично пробил по воротам моряков Данила Янов Но вратарь гостей Смог отвести угрозу Переведя мяч через перекладину Спустя несколько минут Упустил свой шанс Максим Малыш После его удара Из предела в штрафной площади Мяч прошел рядом со стойкой ворот Черноморца Затем инициативу перехватили гости Только отличная игра Николая Москаленко Не позволила открыть счет Нападающему гостей Ивану Тимошенко Был близок к успеху Антон Антонов Но мяч после его удара Прошел рядом со стойкой ворот Форте Неточность подвела Резвана Ахмедханова Который не попал в цель Из убойной позиции А после удара Антона Антонова И река шета от защитника Снова отличную реакцию Продемонстрировал Николай Москаленко Ближе к концу первого тайма Состоялась еще одна дуэль Янов-Аверхиев Которую выиграл Вратарь Черноморца Так и не открыв счет Команды ушли на перерыв Судьба матча была решена В начале второго тайма На 48-й минуте встречи Резван Ахмедханов Вбросил мяч из-за боковой линии На Тимошенко Тот пяткой отдал его Антонову Который находясь в окружении Шестерых таганрожцев Без помех подработал его И отправил под перекладину ворот Форте Гости повели в счете 1-0 После забитого гола Новороссийцы активизировались И при попустительстве обороны Форте Создали еще несколько опасных моментов Но поразить ворота хозяев поля Помешала надежная игра Москаленко И неточность при завершении атак И так досадное поражение Форте Что уменьшает шансы нашей команды На продолжение борьбы за высокое место в группе Следующую игру таганрожцы проведут В Весентуках 18 апреля 12 апреля 1961 года Весь мир узнал имя первого космонавта планеты Им стал советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин Я решил узнать, что помнят об этом Жители нашего города И провел экспресс-опрос Скажите, пожалуйста Вот 12 апреля Какой праздник празднуется в нашей стране? Космонавтики Ну, насколько я помню Других не помню праздников 12 апреля Скажите, а в каком году это было событие? И кто стал первым? 69-й и Гагарин Еще раз? 69-й год 1969-й Гагарин Наш человек полетел в космос Так, а скажите, пожалуйста Ну, сами вы, конечно, не помните этого события Вам кто-нибудь рассказывал о нем Из тех, кто помнит, из родственников? Нет, я выросла в Советском Союзе Поэтому я воспитана на этом, да? Вот, ну, естественно, это было событием Всех советских граждан Поэтому я не исключение Я помню эти времена А скажите, что это было Вот для советских людей Для нашей страны Вот этот полет? Ой, ну, это шаг вперед, мне кажется Такой вот Не знаю, сейчас, наверное, сложно это Объяснить и понять А для советских людей Это был такой прорыв После всех тяжелых лет Ну, вот, прорыв в космос Он и есть прорыв в космос Скажите, пожалуйста Вот 12 апреля Какой праздник отпечается в нашей стране? 12-го день космонавтики, наверное Запущен первый спутник Или Гагарин полетел Вот не помню точно Но связано с космонавтикой Все правильно Скажите, пожалуйста А в каком году Гагарин полетел? В 61-м, по-моему В 61-м Ну, вы, наверное, не помните то время Так вот Ну, в общем, не очень Не очень, да? Не очень Да, да Вот А может быть, кто-то вам рассказывал Из родственников старших Там мама, папа, бабушки, дедушки Как это было? Ну, я так вот Мои впечатления детские Это было, в общем, большое событие Которому все радовались очень Нашим успехом Наших ученых, инженеров И прочих сотрудников Которые вот смогли Такой сделать прорыв А вот для страны в целом Что этот полет был? Ну, я думаю В сегодняшних позиций Это много сразу задач решалось Не только затвердить себя Первыми в космос Это и возможность наблюдения Делать разные опыты И прочее В том числе и в военных целях Я так думаю Ну, это предположительно Скажи, пожалуйста 12 апреля Какой праздник Отмечается в нашей стране? Ну, День России Насколько я знаю Вот В принципе, все А если подумать? Возможно, День Российской Конституции Или что-то типа того А если обернуться вот туда направо? Ничего не подсказывает Вот этот памятник? Нет Я по праздникам Вообще не селял А кто это вообще-то Вот за спиной у тебя? Не поверите Из головы Жень, подсказывай Кто это? Гагарин Королев Да, Гагарин Королев А скажи, пожалуйста 12 апреля Какой праздник отмечается? День космонавтики А когда И кто совершил Первый полет космоса? Ну, если вы Хотите человека услышать То это Юрий Гагарин, конечно А год когда это был? 61-й год Скажи, пожалуйста А вот как ты считаешь Вот в то время 60 с лишним лет уже назад Что это было для Советского народа И для нашей страны? Ну, это безусловно Огромный праздник И на самом деле Значение Этого события Ну, как бы Ну, сложно Преуменьшить Как бы Я считаю так Очень значимое событие Для не только Для Советского Союза Для всего мира Я считаю так Скажи, пожалуйста Вот Ну, родители Наверное Тоже не помнят А вот бабушки Дедушки Не рассказывали тебе Об этом? Вот Что Что происходило Вот в этот день В Советском Союзе? Я, честно говоря Вот конкретно От бабушек Не скажу Я знаю, что Все наблюдали по телевизору В этот момент То есть Все сидели у экранов И ждали события этого Вот Ну, конечно же Когда все удалось Ликовал народ Вот Но от бабушек Не слышал Не рассказывал Я понял Ну, тогда с телевизорами Было трудновато Вот У радио Все сидели У радио Ну, значит так У радио Да Все правильно Я понял Скажи, пожалуйста Вот чем Сегодняшний день Можно сравнить События Вот Полета Гагарина в космос Того времени Сегодняшний день Вот В этом веке Так скажем Я вас понял Ну Я не знаю Наверное Это события Другой категории Вообще Потому что космос Это Другая область И сравнить Наверное Не с чем Когда будут Какие-то Сверхсвершения В новых областях Вообще Тогда можно будет Говорить о каких-то сравнениях Пока что Пока что Не скажу Скажите, пожалуйста А вот 12 апреля Какой праздник В нашей стране Отмечается В этот день? Ой, господи Я, наверное, не могу сказать Я учусь на технаре На технаре Правильно А вот если повернуться Ну вот туда Сзади построить Что там за памятник? А, господи Я извиняюсь День космонавтики Я поняла уже Спасибо Ну По памятнику Видно, что День космонавтики Скажите, пожалуйста А когда И кто Первым полетел космос? Ой, Гагарин Ну 12 апреля Но я не помню Год Ну приблизительно Ой, я не хочу Опозориться Поэтому не хочу Ты знаешь Когда Гагарин полетел В космос? Ушла от ответа Ну хорошо Скажите, пожалуйста А как вы думаете Вот Что это было Для Советского Союза И для советских людей Вот этот полет? Вот опять зачет по истории Ну Понятное дело Что это было Открытие для Советского Союза Потому что Это было впервые Так А до этого Ну по сути Ну не то что по сути В Советском Союзе Никто Не влетал В космическое пространство В принципе Это первый раз Поэтому это Очень весомое событие И не только В Советском Союзе Ну да Скажите, пожалуйста Какой праздник Отмечается в нашей стране 12 апреля? Это день космонавтики 12 апреля 61 года Юрий Алексеевич Гагарин Полетел В свой первый И, к сожалению Единственный Космический полет Скажите, пожалуйста А вот что вы знаете О том времени? Кто-нибудь рассказывал Как это было? И что люди Как себя вели люди Узнал об этом? Ну, насколько знаю Из истории Вообще Космонавтика Интересуюсь Мне нравится Эта тема Знаю, что Очень все это Было засекречено И до последнего Люди не знали Узнали только Тогда, когда Он приземлился Вышли все На праздник Гуляния были Такие, что Даже заводы Насколько знаю Останавливались Ну, люди радовались Гуляли Как бы Скажите, пожалуйста А вот что Этот полет Был для нашей страны? Прежде всего Это Как у нас Любят сейчас Или актуально Даже Наши Советские ученые Утерли нос Западным И это был Прорыв В принципе Это наука И, конечно Страна развивалась И никто Нас не мог догнать В то время Скажите, пожалуйста Какой праздник Отмечается в нашей стране 12 апреля? 12 апреля День космонавтики Точно А скажите А кто И когда В каком году Был первым космонавтом планеты? То, что Гагарин Я помню А вот год Сейчас не скажу Единственное Я помню Что я была Дома С папой Это мне было лет 12 И я выскочила Закшиваю Папа Человек в космосе А он мне не поверил Вот это я помню А год не помню Это был 1961 61 Ну, надо как-то Запомнить Не получается С цифрами уже Скажите, пожалуйста А вот Поскольку У вас уже был Достаточно Такой уже Взрослый Серьезный возраст 12 лет Скажите Ваши впечатления От этого Скорее удивление Неожиданность Все это вместе Потому что Мы были с папой Вдвоем И папа Тоже Забежал В комнату И Вот Возбуждение Удивление Восторга меньше Удивление Скорее Необычность Всего Скажите, пожалуйста А вот для страны В целом Чем был этот полет? Наверное Это был прорыв В технологиях Наверное Прорыв в технологиях Просто я говорю Как-то тогда Не так оценивали Никто Нигде А уж мы Дети в школе И учителя Тоже Просто вот Был действительно Восторг Скажите, пожалуйста Какой праздник Отличается в нашей стране 12 апреля? День космонавтики А в каком году И кто Первым стал Первым космонавтом Планет Юрий Гагарин В каком году Не помню Ну я вам подскажу 1961 Да, вот Крутилось Скажите, пожалуйста Ну вы, конечно События этих Не помните А что вы о них Знаете? Может быть Из школы Может быть Из рассказов Старших Своих Близких Там Родственников В этих событиях СССР Была первой Страной Которая Запустила Человека В космос Все очень Радовались Что еще Что еще Сказать А скажите Вот именно Для страны Для Советского Союза Чем стал Этот полет? Ну прорывом Во всем мире Советский Союз Первым Человека Запустил Прорыв В космонавтику Примерно Так Скажите Пожалуйста Какой праздник Отмечается В нашей стране 12 апреля 12 апреля Никакого праздника Нет У нас 12 апреля Совсем Совсем Ну если Может Какой-то Отрасли Там Или что Но Общего праздника Нет У нас 12 апреля Но если Я назову Дату полную 12 апреля 1961 года Конечно Полет Космос Гагарина Да Поэтому День космонавтики Встал У нас Вот Ёлки-палки Но это уже Возраст Знаете Сразу Все Не вспомнишь Ну ничего Главное Что вспомнили Скажите Пожалуйста А Вы в то время Уже Как бы Учились Да То есть А как Как вы Вспоминаете Это время Вот Как было Вот Когда узнали Люди О полете Ну это было Что-то Сверх Естественное По-моему Все были В восторге Вокруг Но мне Почему-то Знаете Больше Заполнился Реакция Может быть Чуть постарше Хотя там Чуть постарше Когда Титова полетел Второй Человек Полетел В космос Вот Это мне Ну больше Запомнился Как это Реакция Почему Потому что Я в это время В школе учился И вся школа Шумела Все бегали Все Такие радостные были А у нас Еще в классе Титова Училась Так что Тут был восторг Понятно Скажите Пожалуйста Ну вот Все-таки Вернемся К первому Полету Скажите Вот то Что именно Гагарин Именно советский Человек Полетел Первым В космос Что это было Для Советского Союза Ну Знаете Мы вообще-то Всегда Своей страной Гордились Большинство По крайней мере И достижение Нашей страны Ну Я наверное Так громко Тогда не говорил Что достижение Нашей страны Ну как бы После войны Это такое Событие было Конечно И мне даже кажется Почему-то Реакция на Западе Еще была Больше Восторга Чем у нас Была Но у нас Какая-то Гордость Конечно Была Этим Мы Войну Выиграли Теперь Мы тогда Не забывали Про войну У нас В то время Мы еще Хорошо помнили У нас Родители Через нее Прошли Так что Мы победили Нам тяжело Было Но мы запустили Первую Значит Мы Сильный народ Можем Многое Добиться Скажите Пожалуйста Какой праздник Нашей стране Отмечается 12 апреля 12 апреля Это очень Знаменательный Праздник Для всей нашей страны И всего мира Это день Космонавтики Скажите пожалуйста В каком году И кто Стал первым Космонавтом планеты Первым космонавтом Стал 12 Апреля 1961 года Юрий Алексеевич Ягарин Конечно Скажите А вот вы помните Этот день Как вы узнали Что-то творилось Вокруг Я служил В Андижане В это время Это Один из крупных Городов Узбекистана В этот день Мы были На аэродроме По поводу Техобслуживания Авиационной техники Парковый день Был у нас И вдруг В районе 12 часов Дня Там разница В 3 часа Между московским Временем Была Вот По громкой связи Передают Что Первый космонавт Наш Юрий Алексеевич Ягарин Улетал Старшим лейтенантом Приземлился Майора И объявили Что Первый космонавт На земле Наш Гражданин Юрий Алексеевич Ягарин Воодушевление было Неимоверное Тогда А чем Был вот этот полет Для Советского Союза В то время Ну Во-первых Этот полет Показал мощь Советского Союза Кроме этого Показал Всему миру Что у нас Несмотря на санкции Там и все остальное Противовес Социализма И Капитализма У нас Прекрасные ученые У нас Прекрасные Конструкторы У нас Прекрасное Производство У нас Прекрасные Руководители Во всех Областях Не так много Прошло времени После Великой Отечественной Войны Пришлось Восстанавливать Народное хозяйство В самые кратчайшие Сроки Это было сделано И параллельно Шла работа По созданию Ракетно-космической Техники Несмотря на Экономические Трудности Несмотря на То, что Нам Очень многие Страны Запада Мешали В этом Мы это Смогли Все преодолеть И показать Мощь Нашей страны Я думаю Что Впереди Нас ждет Такие же Успехи А теперь Давайте вернемся В тот самый день 12 апреля Далекого Уже 1961 года И вспомним О том Как это Было Дорогие друзья Близкие И незнакомые Соотечественники Люди Всех стран И континентов Через Несколько Минут Могучий Космический Корабль Унесет Меня В далекие Просторы Вселенной Что Можно Сказать Вам В эти Последние Минуты Перед Тартом Вся Моя Жизнь Кажется Мне Сейчас Одним Прекрасным Мгновением Все То что прожито Что сделано Прежде Было прожито И сделано Ради этой Минуты Плющ На старт Плющ На старт Есть Протягка Один Есть Протяжка Продувка 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 Есть Продувка Плющ На дренах Плющ На дренах Есть Дренаш Петр Я Заря Один Зажигание Понял Вам Желаю Доброго полета Поехали 12 апреля 1961 года В 9.07 по московскому времени Впервые землянин совершил полет в космос Воплотилась мечта всего человечества Юрию Гагарину было 27 лет Земля Я космонавт Все работает нормально Все работает нормально Программ полет На корабле «Восток» он сделал один виток вокруг Земли Полет длился 108 минут До него еще никто и никогда не видел нашу планету из космоса С высоты 300 километров Говорит Москва Работают все радиостанции Советского Союза Передаем сообщения ТАСС О первом в мире полете человека В космическое пространство На сегодня это все Я поздравляю вас с Днем Космонавтики И прощаюсь, желаю всем удачи Отличного весеннего настроения И как можно больше положительных эмоций Будьте здоровы До свидания Редактор субтитров А.Семкин